Добрый день, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quice. Продолжаю рассказывать про полезные фишки и линки, которые позволяют серьезно экономить вам деньги. Почему я это делаю? Огромное спасибо всем, кто откликнулся на участие, стать другом канала, внес свои пожертвования. Теперь моя очередь сделать pay-forward, вернуть ваши деньги в виде полезной информации, и я думаю, что вы серьезно сможете сэкономить, используя мои советы. Речь идет о сайте mamondo.ru. Это еще один ресурс, который позволяет резервировать авиабилеты, отели, делать прокат авто и жилье в аренду. Чем этот сайт удобен? Он на русском языке, для тех, кто не знает английского и теряется на других сайтах, которые я рекламировал. В принципе говоря, система везде одинаковая. Что касается информации об авиабилетах, единственное, может отличаться немножко процентная ставка за кодинские услуги. То есть на разных сайтах некоторые системы чуть-чуть берут себе денежку за обработку заказа. Сапишется вот так вот, www.mamondo.ru. Я еще этот линк приведу в описании видео, чтобы было понятно. Ну, а вот, собственно говоря, сам сайт. Все очень предельно просто. Выбираем язык, форму оплаты в рублях. Соответственно, дальше это у нас раздел рейсы, отели, прокат, авто, аренда. Здесь у нас рейсы. Выбираем в одну сторону. Берем, к примеру, Саратов. Отлично. Введем пункт назначения. Например, ну, Чикаго. Отлично, Чикаго или Нойс выбрали. Когда мы летим туда? Полетим мы туда 11 сентября. Круглая дата. И летим в обратную сторону. Взрослых у нас будет два человека, двое детей. Вид билета эконом. Возраст берем, к примеру, 5 лет. И второго ребенка сделаем, ну, к примеру, 7 лет. Ищем рейс. Пока сайт ищет результаты. Для тех, кто подключился к моему каналу только сейчас, на своем канале я рассказываю про обычную американскую жизнь, плюс еще стараюсь выкладывать полезные всякие ссылки, сайты и объясняя разные фишки, как вам сэкономить в этой жизни деньги, проживая в Америку, летя в Америку. Так, ой, мы не нашли подходящие авиабилеты. Пожалуйста, возьмите что-то другое, или аэропорт не вылета. Ок, отлично. Из Сарата мы в Чикаго прямым образом не можем вылететь. Давайте попробуем по-другому. Значит, давайте-ка мы попробуем не 12 сентября, а давайте мы попробуем посмотреть лучшие рейсы. Так, давайте-ка мы попробуем полететь 20 сентября. Искать на эту дату. Еще один анонс пока система ищет. Для тех, кто не в курсе, мы с Алексеем Челищевым написали книгу «Пошаговая инструкция получения политического убежища». Те, кто заинтересован этой книжкой, можете прислать на мой электронный адрес, ссылочка сейчас появится, заявку, и я вышлю в условия заказа этой книжки. Так, да что же такое? Неужели из Сарата вылететь нельзя? Давайте поменяем критерий поезда и попробуем из Москвы вылететь. Давайте посмотрим из Москвы. Можно вылететь. Во! Вот из Москвы вылететь можно. Отлично. Давайте посмотреть. Вот у нас здесь дана аналитика по ценам. Когда мы можем улететь более дешево. 10 числа у нас получается самый дешевый авиабилет. И 17 числа у нас получается самый дешевый авиабилет. Это если мы летим из Москвы в Чикаго. Хорошо. Давайте посмотрим, что у нас на 10 число получается. Искать на эту дату. О! И вот мы получили, что мы здесь имеем. Начинается она выводить из самых дешевых предложений. Так, разные ВИА-линии. Из Шереметьево. И, соответственно, мы заплатим 23 445 рублей на человека. Это мы летим польским лотом. Ещё система не до конца обработала. Вот она ещё показывает, что ещё результаты идут. Можно подождать. Но пока получается, что это самый дешёвый вариант. Всё остальное это уже получается дороже. Что-то Дельта есть. И что-то ещё. Аэр Берлин есть. Давайте посмотрим по поводу вот этого предложения. И она перебрасывает нас на страницу Ticket.ru, где уже происходит резервирование авиабилета. Хорошо. Вернёмся мы назад. Всё-таки как же нам улететь из Саратова? Давайте-ка посмотрим. Значит, у нас получается 10 октября у нас. Так, 10 октября. Давайте попробуем тогда Саратов и Москва. Давайте посмотрим. Из Саратова в Москву мы можем прилететь 10 числа действительно за 2372 рубля с человека. Время полёта 3 часа. Интересно, а почему она не хочет делать просчёт до Чикаго? Может быть, есть с пересадкой что-то? Я могу только объяснить следующим образом. Скорее всего, система вот эта не может просчитывать вот такие разрывные рейсы, когда вы летите сначала внутренними авиалиниями на территории Российской Федерации, а потом переходите в международную зону. Поэтому для работы вот конкретно с этим сайдом вам придётся подстись или точком бумаги. И да, совершенно верно. Моё предположение оказалось верным. И уже непосредственно подбирать сначала вариант международного рейса, то есть это гораздо важнее, перелёт через океан, искать дешёвые рейтинги, в зависимости от той аналитической таблицы, которая здесь появляется. И, соответственно, потом уже под вот эту дату международного рейса подгонять внутренние авиалинии, то есть если вы летите из какой-то там глубинки российской, соответственно, вам придётся подгонять ваш внутренний авиарейс непосредственно под вылет. Потому что в основном все прямые перелёты, они идут из Москвы или Санкт-Петербурга. Давайте посмотрим, что с отелями. Что она нам предложит. Так, посмотрим, как она работает с американскими базами. Давайте попробуем Чикаго. Чикаго. Отлично. Дату мы поставим сентябрь. Поставим 10 сентября. и уедем мы из этого отеля числа, наверное, 20-го. Вот, в пятницу. Соответственно, у нас будет двое взрослых в номере. Вот, отлично. Ну и, соответственно, давайте посмотрим, как эта система обработает этот заказ. Про американские системы резервирования отелей я вам уже говорил, как они работают. Тут, скорее всего, снимается какой-то очень серьёзный процент. Ну вот, мы и, собственно говоря, получили. Да. Цены, конечно, у нас вот такие. Вот, вот. Победительно, полторы тысячи долларов за 10 дней. Это у нас получается, значит, конвертируем. Сейчас посмотрим. правильно ли я посчитал? 47, 559. Это у нас получается 1439. 1439. Делим на 10. Ну, 150 баксов, как я вначале сказал, да. Да. Ну, наверное, мне кажется, что всё-таки дороговато. Но, сайт годится для тех, кто не дружит с английским. То есть, здесь вы можете сами выставить, к примеру, вариант отелей. То есть, можно поставить отелей одну-две звёздочки, к примеру, и поставить звёздочки, даже уберём. Оп. И, наверное, да и всё. И всё, и всё, и всё, и всё. Да. Вот такая система. Да, остались двузвёздочные отели только. Две-три звезды. Видимо, дешёвые отели она не выводит. Ну, вот такая система. Давайте посмотрим на прокат авто. Опять же, умные люди будут резервировать непосредственно в бюджете, в Дерце или АВ. О, да, соответственно, тут вот мы будем резервировать на русском языке. Попробуем то же самое Чикаго. Город Чикаго. Возраст водителя поставим 35 лет. Дача выдачи авто выбираем 11 сентября в 10 утра, а вернём мы его 20-го, 23-го вернём числа. И, соответственно, смотрим, что он нам скажет. вот такой вот ценник. Значит, получается, что с 12-го по 23-й у нас есть предложение за 12 тысяч рублей и за 45 тысяч рублей. это экономичный двухчетырёхдверный Е-кар Chevrolet Spark. Два варианта Alamo предлагает и ещё одна компания, которая даёт машинный вариант кар Argus. Так, какие же что-то здесь варианты? Вот что-то посерьёзнее. Chrysler можно взять 200-й. Что-то у нас есть. Dodge Charger. О, спортивная такая машинка хорошая. Dodge Charger это хорошо. Так, караванчик можно взять за 18 тысяч на 10 дней. Получается 500 баксов. Так, что у нас тут? Ещё одна страница. Так, во, какой автобус можно взять. Микроавтобус можно взять. Ford Ecoline. Большая такая машина. Много бензина будет жрать. Пикапчик можно взять. Chevrolet Suburban можно за штуку баксов взять. Даже коти за штуку. 59 уже ближе к двушнику уже. Так, ну вот, как бы вот богатство выбора. Lincolntown Car. Что-то такое вот-вот. Люкс. Можно посмотреть люксовую машину. полторы тысячи долларов получается. Давайте вернёмся на предыдущую страницу. Посмотрим что-нибудь недорогое. Например, вот 12 тысяч рублей нам предлагают. А, хотя нет, почему же. Давайте мы погусарствуем. Вот у нас тут есть Dorsch Charger. Вот, давайте на него посмотрим. 500 баксов на 10 дней, приблизительно по полтиннику в день. Можно же себе позволить когда-нибудь оттопыриться и погусарствовать. Если уж ехать в Америку, так надо ехать на красивой, хорошей, быстрой, спортивной машине. Вот, почувствовать себя человеком. Вот. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Что мы тут в результате имеем? А в результате нам предложили совершенно другую машину. предложили какой-то агрегат вот такой. Так, и что у нас тут есть? Ну да, все правильно. А, это просто общая картинка у нас тут. Так, короче, я вывожу в своем резюме. Резерв машины здесь можно сделать. Здесь мы, грубо говоря, заполняем все свои данные. В конце нужно будет наверняка ввести свою кредитку. А еще выдается здесь контакт. Контакт вот этой вот компании Алама, которая предлагает вам машину в ленту. Поэтому, чтобы избежать сюрпризов, если вы будете резервировать через эту систему себе машинку, я бы вам финально рекомендовал бы, когда вы сделаете резерв, связаться вот с этой вот компанией Алама. Тут наверняка есть контакты, телефон здесь наверняка тоже есть, адрес, куда вы сбрасывать, где вы берете машину, есть, где вы тоже отдаете его, тоже есть. Стоимость приблизительно здесь что-то указано в фунтах. Странно. связаться с этой компанией, тут есть Contact Us, и финально уже обговорить, какую машину вы возьмете в Америке. То есть, подтвердите свой номер заказа и просто получите confirmation, какая машина будет вас ожидать в Чикаго. Так, этот пункт мы разработали, давайте посмотрим аренду жилья. Что этот замечательный сайт нам предложит? Найдите идеальный дом или виллу, шале, квартиру. Давайте поищем виллу, шале и квартиру. Я почему сейчас немножко трачу время на всякие разные нажатия, может быть, даже кому-то покажешь, что делал что-то лишнее и заранее не подготовился. Я делал специально. Во-первых, я на этом сайте не был достаточно долгое время, приблизительно год, наверное, не был. За это время дизайн поменялся, но я не люблю заранее готовиться и снимать какой-то материал, потом, чтобы это выглядело как магазин на диване, где все раз, бах, трах, открылось, щелкнуло и так далее. Мне тут гораздо интереснее вам показать, как человек, который только попал на сайт интуитивно может с этим сайтом разобраться или не может с этим сайтом разобраться. То есть, как вы видите, здесь достаточно простое управление, есть, конечно, свои некоторые нюансы, но, в принципе говоря, полазив по сайту минут 15-20, все можно решить. Так, ну что, сайт нас подвисает, сайт нас подвисает, жилье в аренду мы найти видимо не хотим. Может быть, у меня идет отсечка, потому что я пытаюсь из Америки найти себе жилье в аренду. Короче, выложу свой резюме. Достоинства этого сайта определенно, конечно, резерв сделать можно. Русский интерфейс. Да, плюсик можно поставить. Простота работы сайта. Да, в принципе, сайт достаточно прост в управлении. Скорость обработки заказа. Немножко тормозит по сравнению с другими сайтами. Количество предложений и цены. Вот тут вопрос спорный. Я бы вам советовал цены с этого сайта сравнивать с предложениями международных сайтов. Я вот до этого рассказывал про TravelPapa, про другие ресурсы. Поэтому относительно цен я бы рекомендовал прежде чем на этом сайте делать резерв, все-таки сравнить с предложениями с других сайтов. оставайтесь на канале пишите свои вопросы подписывайтесь рекомендуйте своим друзьям тем как я уже говорю кто хочет заказать книжку пошаговая инструкция получения политического убежища пожалуйста высылайте заявки на мой электронный адрес спасибо и хорошего дня